Запись. Виктора Волкова и его синие джинсы. И наше расписание у нас есть. У нас тут расписание есть, да. Давай посмотрим. Ну что, тут в принципе смотреть, о чем мы все говорили. Сейчас RockSkiss 3D, потом The Nation Emotion на сцене, а после этого вечером Na'Vi M5 и Darer против CLG. CLG, шведы. Это адские шведы, которые суп ели. Гречнево, очень смешно вчера. Не уверенно. По-моему, что происходит? Нет, RockSy в кругу. RockSy в кругу. Сейчас будет что-то вроде «Не вижу шмиш-мяш, вишь». Привет, Пупею. Снова спина Годханта. Спина его популярнее, чем сам Годхант. Да, кстати, кто не знал, он в сериале появился. Конечно, огромная помощь. Приложил Годхант к сериалу, как он называется? Геймер или что-то вроде этого. Я не знаю, как он здесь сейчас называется. Там, где Point Blank, весь сериал и ситит. Но он сказал что-то в стиле. Круто пообщался с актерами, засветил свой затылок и вообще все огонь. Вот все, что он сказал об этом сериале мне. Нормально? Вот. Так, ну 3D сейчас тоже. О, кто громче? Кто громче? Давай смотреть. Что кричат там? Ну я так и не понял, что они прокричали, но что-то вроде негатив. Они кричат пиццу за третий столик. На бар они кричали, что пиццу, пиццу, пиццу. Жрать, жрать, жрать. Да? Нет? Лимонаду Зигину. Вот там. Посмотрим, что Раксы крикнут. Ой, как некрасиво. О, как а. И эти ребята чемпионы мира. Ну, они, наверное, привыкли, что в Таиланде никто не понимает. Да, в Индонезии никто их не понимает. Да, 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 да. Что они кричат, поэтому все торжественно забивают просто. Представляешь, какие-нибудь индонезийские фанаты, команды RocksKiss там тоже вот, приходят на чем-то на русском. Выучили. Да что означает, непонятно. Нет, ты представляешь, если они приедут в Россию, где-нибудь на Красной площади встанут и споют. Ну что ж, кстати, мне надо общий счет поставить 1-0 в пользу команды RocksKiss. Сейчас, друзья, поправим титры, не переживайте. Ну и, в принципе, все, поехали. Смотрим дальше. MidTown, вот и вы видели, все. Человек распостал и стоит. А что ему еще делать? 3D. Ух ты, Дикий. Дикий уже начинает додавить здесь. Да, да, да. Фарш взорвал сам себя. О, Фарш, ну что ж ты так прямо сегодня зафаршил сам себя. Соперника надо, а ты куда побежал? Так, здесь тит на контакте. Вальп играет пока что. Уже он увидел сейчас длину, дал инфу, спалил Дикого на проходе и будет пытаться, наверное, выбивать. После этого раунда мне придется выйти. Пугнули, но вот гранат Катареза здесь догнала, в принципе. Да не хочу. Псита. Пришел Ордогас, который поставил все на свои места. И это численный перевес. RocksKiss. RocksKiss. Просто. Слэмчика просто в каждую секунду, по-моему, куда-то отправляет из игры. Ну, меня, да, меня отправляет в каждую секунду. Это проблема, я думаю, что вайфай... Ситуация нормальная для атаки. Смотрим. 2 в 3. 5-зиген дикий. В принципе, тут по шансам взять такое. Ну, сейчас смотрим. По-моему, была инфа от Godhunter сейчас. По-моему, я слышал, что он кричал, что где-то там есть люди. То есть они уже, по-моему, нашли кого-то из 3D. Ну, тут уже все нашли. Дымится Плэнд. Так, ну, сейчас придется выйти после этого раунда, ребят. Потому что есть тролли в ПБ, которых я побаню всех после этой трансляции. Да и не переживай ты, не переживай. Не надо никуда не... Вот этот Starscream сразу вот сейчас. А, ну да. Сейчас приедут админы. Теперь я понимаю. А тем временем ставится бомба. Да. И нужно смотреть за действиями Rocks. Так, Godhunter аккуратно играет с респа. И это кэдшот. Зигину не дают уйти обратно на подъем. В итоге дикий один. Ему сейчас нужно сыграть очень дико. Ситуация опасная. И Godhunter первый выходит на него. Но вот сыграли, посмотри, как бы за меня опять же аккуратно. Ну, плюс трое мы остались, конечно, да. Такое преимущество численное, колоссальное. При убивании. Тем более альфу. Альфу выбить... Вернее, бету выбить полегче, чем альфу. И... Ну, ну, ура. Вот что будет дальше в атаке? Тут больше интереса. Потому что раунды в атаке вообще на метауне на вес золота. И никогда не ясно, сколько ты возьмешь. Бывает так, что команды берут в атаке два раунда, во второй половине просто выигрывают встречу своих соперников. Не, знаешь, мне вот чем-то... Мне вот очень нравится эта карта метауна. Она, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, она, наверное, одна из самых сложных карт. Ее приятно играть, она очень динамичная. Несмотря на то, что ты выходишь и стоишь. Ну да. Эта карта динамичная просто. Фарш пробежался по длине, забрал Ксита. Посмотрите, что происходит на альфе. Там у Раксов проблемы. Тут папа негатив. Появился два хэдшота и все. И до свидания. Come to daddy. Come to daddy. Негативу надо какой-нибудь собирать. Вокальный инструментальный ансамбль. И он очень жесткий, конечно. Ну и все. А вот теперь уже два в четыре попробуй за атаку и возьми здесь. На метауне что-то вообще. Хоть что-нибудь. Ну и сейчас увидим. К чему это приведет так. Ты видел, какой чек интересный. Бывает. Вот, в принципе, с экрана этого парня мы уже почти всю карту и видим. Минимоби забирает. Я открылся на вине и в итоге God Hunt развивает тузака. Перестелка снайперов. Прикольно, конечно, то, что в атаке еще так. Это может сработать на руку 3D. Если будет правильно им пользоваться. Ну, то есть тут, понятное дело, тузак принял решение перестреливаться с God Hunt. А, в принципе, что еще делать? Тут обязывает. Обязывает и атаку, и защиту, в принципе, почти всегда. Ох, увидел, увидел. Он левую кассу и... Не, ну тут даже не стоит такое. Они там будут сейчас перестреливаться полраунда, пока кто-то их уйдет. Фаршик. Хотя есть команды, которые без АВП играют. Спокойно, Миттаун. Ну, без читака. Да, была одна команда такая, которая играла без читака. В итоге на лан-финал не поехала. Да. Не, ну в атаке, в принципе, честно могу сказать, что... Знаешь, многие там через своих топ-снайперов пытаются открывать, делать открывающие фраги через читак. Но это эффективно, это легко. Но это обычно в лоб получает читак и... Главное, чтобы читак был хороший. Да, да. Кто не понял, что такое читак, это не читы, это оружие. Оно так называется. Чейтак М2000, вроде, или М200. Лютый фарш забирает мини-моби. Вот мне, конечно... Вот Лютый фаршик просто на фарш всех пустил. Ну, Родогас с негативом остались. Но это сильное звено команды Рокса. Он сегодня играл на Урай. Как видим, Родогас с негативом опять в паре. Припирают просто бету. И два на два уже. А были два в четыре. Лютый фарш, негатив один. Вот сейчас посмотрим. Вот это на отходе ты просто такой головошот зарядил. Один на один против Зигина. Припирают очень много решают. Вот в таких моментах понимаешь, что дробовик это как бы... Не, ну, знаешь, мне трудно сказать. Он не такой, как в КСе. Знаешь, если КСер знает, что он выходит на длину и ему там нечего ловить. Ну да. А здесь можно там... Вот, допустим, ДАС-2 с длины просто из ямы там типу в планте поставить жесткий хэдшот. Он совершенно другой. Он очень неплохой. Но... Из-за того, что модели быстро двигаются, на нем желательно просто попадать все. Если ты промахнулся, у тебя иногда не бывает второго шанса нажать на кнопку. И жахнуть всей дробью. Ну что, один на один. Негатив. И 5 Зигин. Третий раунд второй карты. Так. Пытается, не попадает. Все-таки, конечно, очень открыт был Зигин. Какие перебежки слева направо от ящика. Просто чпок, чпок, чпок и минус негатив. Вот тебе и шотган. Вообще, очень-очень четко разыграли, очень четко все сделали. Молодцы. Смотрим за продолжением. 2-1 за Рокс Кис. Это вторая карта. Первую забрали в ВВГ. Ну, в принципе, с борьбой, я бы сказал. С борьбой. Вот мы сейчас смотрим, в принципе, с вами так называемое легендарное бухло. И что на нем происходит? Оно же вино. Можно просто вино? Бочечки. Склад, я не знаю. Винный погреб. Дерево. Дерево. Это как зелень, только дерево. 38. Почему бы и нет? Ну да. Он прямо чувствует Роксов, по-моему. Ну, я не знаю. Сейчас посмотрим. Тут вот чисто вот на этой карте 50% это вот стрельба. Очень многое зависит от первого фрага, где распечатают, как перетянут. И, конечно, вот снайперы ценятся. Ну, бывают еще такие ситуации, когда какой-то бешеный штурмовик проходит на кулятии, потом начинает с КТ устраивать злопуки. Вот здесь, как видим, Радагаск, Минимоби. Не, ну, бухло, конечно, открывать тяжело, просто ждали... Тузак ответил. Тузак дал серию размена. Это результаты, надо в этом результате как-то закрепиться. Ну что, попытка 3D выйти на вино закончилась тем, что они остались вдвоем против троих, и, в принципе, как бы шансы еще есть. Шансов много, я бы даже сказал. Тут важно очень правильное решение, и... Оп, вот уже запалили. При том, что меня девайс тузака сейчас очень сильно радует. Ну, ему тяжело, конечно. Ох ты, негатив! Ой-ой-ой! Он всегда попадает в голову, он очень четко стреляет. Надо было поспешить. Ну, да, там скорее вот фаршу нужно было идти вперед, а тузаку его прикрывать сзади. Тузак еще шел с дробовиком, если ты не заметил, он сменил девайс на него. На шутган, да? Да, да, да. Он сразу просто 9 кпл штопнул, да, и в итоге... Не заметил, я думал, он с читаком пошел, знаешь, на негатива там. Э-э-э-э! Негатив! Иди сюда! Ну, смотрите, друзья, тут таймер не как в КСе работает, и таймер раунда не остановится, поэтому надо ставить совсем скоро бомбу фарш. У него уже осталось буквально 5 секунд. Забирает КСИТа и 1-2 остается. Ну, бомбу-то, я думаю, он все-таки сможет поставить. Бомба была установлена. Как бы дело несложное. Да, поставил. Мы видим, что... Сложно будет потом, как он ее будет разыгрывать. Особенно вот сейчас, когда его заметили. Ну, наверное... Не, вот... Сейчас, конечно... Посмотреть, наверное, на Раксов, потому что мне интересно это выбивание. Это даже больше не выбивание, им просто здесь надо как-то поймать соперника, и... Все зависит от того, как они это сделают. Не успел! Ну, там просто был дефьюз, перекрытие бухла, если он пойдет обратно, и в итоге... В принципе, сделал очень все довольно грамотно. Фаршик сейчас очень... А вот представь, если бы они вдвоем остались, и был бы тузак. То есть, что бы они могли вообще здесь натворить? В принципе, да. Можно было бы с Медлата такой экшен устраивать. На самом деле, фаршу не хватило, наверное, в данном эпизоде гранаты. Ну, в данном случае две. Было бы вообще прямо идеально. Ну, или парочку секунд чуть-чуть. Чуть-чуть не успел. Закидав, кстати, я так жестко еще не видел. Пока они только при попытке выхода на точку что-то делали. Проброс через верх почему-то отсутствовали сейчас на палатке в начале, да и вообще несколько раундов. Да, ну знаешь, на самом деле не всегда туда пробрасывают вот эту позицию курятника. Ну, не всегда, но стоит попробовать, потому что это полезно. Есть Гудхант, который ему и корейцы пытались набросить, русские пытались, индонезийцы пытались набросить, бразийцы тоже пытались. Ну, смотрим за продолжением этого раунда минуту. Минуту пока что халдят 3D. Никакого особо экшена не происходит. Опс, кузак, выходный контакт на мини-мобе и плент уже не сдержан. В принципе, если наработает сейчас здесь серия фрагов, то можно будет уверенно выйти на бету. Хороший открытый фраг для атаки был сейчас. Ну, и Роксы тоже здесь вниз тесто леплены. Негатив, Радагаск, минус Радагаска Дикого, 2 в 2. Вот, сейчас интересный поворот событий. Негатив и Гудхант. Хорошая пара, конечно, у Роксов остается тоже. Трудно сказать, здесь любая пара. Хорошая Гудхант минус кузак, все-таки Читак. Да, Читак, Читак, Читак. Читак, Читак. Чикает. Эээ, дикий. Вот это непредсказуемость. И в итоге... Питон. Ой, ой, дикий. Выход такой сейчас был. Ну, тут 2 хп. 2 хп оставил Гудхант. То это, конечно... Какой раз уже? Это, конечно, очень прикольно. И там уже пошли какие-то прокрики, еще что-то. Вот я пока что посмотрю повтор момента. Ой, да, вот до головы не довел буквально милик просто. Чтобы вбить в каску. Знаешь, что по ходу пока что RockSkiss переломают команду 3D. Вот, значит, они сейчас еще понабирают раунды за защиту. Там под один раунд сыграют 8-1, то будет очень сложно. Тут надо хотя бы парочку, там, 3 попробовать за 3D. Может быть, еще и больше получится, но... Это нам, конечно, легко говорить сейчас, находясь в спектаторах. Ну, да. Тут надо чувствовать. Ну, да. Шпилить как негатив просто. Ну, что? Да, на моментах поинт-бланки индивидуальных сейчас очень-очень-очень много. Готхант минус тузак. Вот, все здесь. Забирает снова Готхант своего визави. Вот видишь, 3D вроде бы знает, что делать в начале раунда, а вот на середине уже не могут сделать. Был даун минус, да, как бы время еще есть, но до размены не доходят пока. Ну, стоит сказать, что им тяжело расшатывать Драксов, они еще ни разу это не сделали особо вот. Ну, да. Один раунд тут пока не показатель. Ну, помнишь, последний лан чемпионат для Драксов они металл просто взяли. Ну, посмотри, просто закрыты сейчас 3D, ничего не могут сделать. Их по позициям отстреливают в 5-1 без шансов. 5-1. Рокскиз, все ближе к победе. И все ближе к финалу венеров, к топ-3. Да, нам опять показывают мини-моби, там чуть подальше Год Ханта, можете видеть негатив в серединке. Здесь игроки команды 3D, там у них идет переговорная информация. Смотрите, какой пиксель тут. Сейчас один из, наверное, важнейших раундов половины. Тут либо будет пробивание защитой, либо... Просто... Либо, возможно, проход под одну калитку от Драксов. Смотри на этого парня, что он выдает. Причем попадает. Сейчас проверим. Оп. Тут периодически убираю теги, чтобы все видели, как-то приблизительно, как из глаз игрока. Кси дает первый минус, по-моему, перед медлом. Минус фаршик. Один из основных игроков состава. 3D. Ну, что, основное звено. Это человек, который должен уничтожать. Год Хант четко подловил. Да, вот он тоже в пиксель, посмотри. Так бы вся инфа, все, все есть у Рокскиз. Только бери раунд, не хочу. Ну, да, контроль карты за ними, в принципе, как на предыдущие раунды. Вот видишь. Ну, вот такая банка, это уже признак. Пил, пил, пил. Это признак негатива. Да. Это явно негатив. Оп. И еще одна банычка. Ты просто жесткий, посмотри, как. Ну, зажигает, зажигает книга, что можно сказать. Остался у нас Зигин. Ну, пожелаем Зигину удачи. Минус пять надо ему делать здесь. Да, один в пять. Ну, или просто взорвать бомбу. Вот. Или съесть вот сюда, вот, БТР и уехать отсюда. Пока живой. Не, можно поехать просто вот в тот и там задавить негатива. Тот поближе. Все. Опа, негативу по голове. Вот она. Вот она головошотная пошла темка-то, друзья. Но здесь ситуация такая, что... Ой, Гатхан закрывает щитака, да. Ну, то, что смедлая, это неудивительно. Вообще, ситуация в ПБ такая возникает. Когда остается один игрок в атаке, да, и обычно игроки защиты укрепляют одну точку. Ну, те, кто остался в живых. Ну, да, нет смысла держать две, как в КСе. Здесь нет экономики за поставленную бомбу. И здесь просто ребята уходят большинстве на одну точку и очень четко потом выбивают одного. Ну, тимплейно действует. Тимплейно. Есть своя специфика и отличие. По тимплею. Вот здесь какой-то вот погулял 5-зигин, что-то попытался забраться на ящик. По нему постреляли. Ну, какая паническая ситуация произошла, к сожалению, для этого парня. И он у-ми-ра-ет. Бывает. Ну, первая половина, в принципе, что два раунда осталось. Вот один из них. Мы сейчас с вами смотрим. Надо, конечно, попытаться здесь 3D-шкам как-то выковырить. Да, им надо зажечь. Вот им надо зажечь один раунд, один-два. Поверить в свои силы. Да, просто если сыграть 6-3. Как Челси, как Бавария просто надо тащить сейчас. Не вспоминай. Да, реал Бавария, пожалуйста. Негатив минимуме. Минус два. Нет, нет, нет. Здесь не получается так тащить. Здесь четкий прием. Причем пол в три ствола. Ах, кузак. Ну, дал размен. А вот если подкрывать так. Нет, с двумя раундами ловить будет нечего, по-моему, во второй половине. Здесь надо как-то стараться вытащить третью. Не знаю. Кровь из носа. Грызь ногти, но надо брать. Ну, и теперь продолжается ситуация для 3D-печальная. Два в четыре. Ну, минуту 45 у них есть. Ну, до начала надо фраги набить, конечно. Что надо сделать? Да, мы видели проброс ЦК. Читак от Годханта сразу закрывает выход ЦК. Первый пузак. Он пропрыгивал. Он хотел, по-моему, потом дать дым. Увидел Дикого. Да, все стяжка респа. И это уже инфа железная. Знаю траксы, где он находится. Поэтому точки будут просто держаться. Как бы... Тут уже нет смысла менять как позиции. У Дикого, конечно, шанс есть. Все-таки это ПБ. И здесь в таких ситуациях можно задавить, но... Да, здесь еще можно пригнуться, кстати. Ну, да. Красивая Родогаска. Ну, он просто услышал. Он просто услышал, вот опоты. Я думаю, ему и сказали, потому что как раз одного не хватало. И добил. Ну, вот на второй карте у нас очень мало борьбы сейчас. Все-таки на ВВГ побольше было шансов у Триде. Пока что 7,1, но это первая половина. Сейчас... Будут играть Драксис за более тяжелую сторону, за атаку. Годханн в центре минус. Ох, Тузак разменял сейчас очень-очень хорошо. Ксит лютого фаршика в центре, там же Годханн. Это какой-то сплит-бэд только что было. 3D, причем со начала раунда, но он не прошел. У них там задумка такая, что они обычно играют в бухло часто, очень часто. Задача в том, весь приклон, чтобы читак попытался убить планет. Если убивать, то потом у них идет обратная стяжка, они напрягают ЦК. Три игрока заходили в ЦК и попытались повернуть налево, но там даже до этого не дошло, при заходе всех положили. Так, ага, вот смотрим, как оно полетело. Полетело просто красиво, хорошо. Вот ты сейчас на того игрока. Вот она, только что эта штука взорвалась, вы видели. И вот теперь смотрим, как будет действовать этот парень под ником Дикий. Аккуратно очень играл. Вот сейчас то, что внимательно посмотрел в окно, это огромный бонус. Да, не спешите, правильно, время есть. Потому что он не один. В принципе, они могли бы и замыкать. Это последний раунд, им надо делать 7-2. Они понимают, что сейчас вот 2 в 3 таких шансов было немного у них. А раунда для второй половины. О, тут фейл. А тут негатив аркада резко. И в итоге последний у нас кузак просто ловит, собирает 8-1. Ну, практически без шансов сейчас сыграли. Сейчас перемудрили. Вот они долго воевали на вине на этом. Их уже поджал негатив в спину. Решили перетянуться, а уже было все это полно. Ну, сейчас будет тимсвап небольшой, друзья. Поменять сторонами команды. И да. Смена сторон. Рокс. Атаким. Это, в принципе, делать не обязательно. А? Свап. Свап? Ты его не делал? Ты забыл? Ну, я даже не знал. Тафа, завязывай с БЛЦ. Я же первый раз вижу эти титры. Ты говори, Слэм. Делай свап. Меняй местами название команд. Все будет хорошо. Ну, я могу потом сесть по контролю. Я думаю, никто не парится, что слева там был холсбар. Но сейчас теперь это знаю и все. Ну, да. Это хорошо. Ну, честно, вот, Слэм. Есть ли какой-то шанс? Да шансы есть. Просто еще время не пришло. Ну, может быть, просто не устраивает парня. Не та стадия пока еще чемпионата. Может, чуть попозже будет. Позже. Поехали. Понеслась. Мид вторая половина. 8-1 счет в первой половине. У Рокскиз убедительное преимущество, в принципе, которое должно решить. Но. Но. У 3D есть шанс развернуть. Сейчас они играют за сильную сторону. И вариантов, опять же, может быть, развития событий очень много. Посмотрим. Мне всегда интересно, как играет этот человек. Я думаю, всему ПБ-коммунити очень интересно, как действует негатив. Я тебе скажу, что есть человек, который играет намного жестче. Вот. И он намного младше. Есть такой один игрок. Я просто ник не помню. Ну, знаешь, там есть... Все считали, что он играет с Мазайм, а тут недавно он раздавал на праке против фраксов варенье. Ух, как четко фарш дает минус. Но, знаешь, есть титулы. Мне нравится, как зиграют. Вот этого парня. Заклассно, ура. Сейчас, конечно, 3D непростая задача. Им нужно хотя бы первые три раунда спокойно выиграть. Ну, а спокойно не получится точно. Ну, это лан. Это лан, а рядом аптека. Пусть ходят за кровололом, если хотят спокойно. Рядом три аптеки, кстати. Сразу ящик, кровололочку, и все. Окей. Минус от тузака, минус от фаршика. Полностью перекрывают раксов. Они нигде высунуться не могут. Вот точно так же, как они не могли это сделать 3D. Но это только первый раунд. И в багажнике у негатива. Там есть. Там есть бабушкины тактики. Поэтому все нормально будет, я думаю. Два раунда как-то возьмутся. Хотя, кто его знает. Мини-моби. Минус тузак. Два в три. Уже ситуация, видите, уже потихонечку, потихонечку. А у нас-то и... И все довольно неплохо. И здесь уже у раксов. В этом раунде. Бомба стоит. Два в три. Не, ну тут колоссальные шансы от 3D выбить. В принципе, если постараться. Да тут... Вот этот парень должен зарешать. Все от него зависит. И... Нет. Вот так легко здесь уже не будет. Там в прыжках ему надавали деба. Смотри, смотри, на рыдах пытается уйти. Но Зиген догоняет. Минус точка. И в итоге деф-бомба. Отлично. Отлично. 8-2. Вот если бы еще в атаке так же разыгрывали и уничтожали, то было бы вообще здорово. Ну, в первой половине просто 3D не могли никак зачитать, угадать выход в одного-двух игроков. Постоянно попадали просто на стяжке. И ловили очень много шара. При том, что ошибки совершались именно при контакте. Непосредственно на точке, когда уже разыгрывали. Смотри, здесь просто безумие. По-моему, какой-то начинается. Проброс на длине. Врыбры. Пошел. Негатив. Негатив пошел казнить. Но нет, не выходит. Хотя с Афтагасском вдвоем они неплохо тут прошли. Сейчас по команде 3D. Это 3 в 3. 3 в 3 даже, да. Хорошо. Хорошо задавили, конечно, Раксы. Смотрим, получится ли выиграть раунд. Бомба стоит. Теперь убивание 3D. Очень неудобно. Как сел, а красиво просто. Я даже испугался. Годхант забрал Катареза. Уже большинстве Раксы. Смотрим последний врыв. Дикий минус. Дикий. 2 в 2. Ох, врыв. Точку, минус. И 1 на 1 Годхант против Фаршика. Ух. Ой, какой момент просто. Ну вот 1 хп был у Годханта. Если бы он здесь поставил банку, я бы просто ушел отсюда. Отличный хатшот от Фарша. Мы рандомы сейчас не увидели. И это... Уже 8-3. Ну что, надо еще пару раундов просто вот на... Ну надо вообще много, конечно. Но тут вообще тем в том, что 1 раунд идует Раксам, это уже 9 очков. Как бы минимум, у нас все смогут рассчитывать 3D, это побороться на овертаймах. А овертаймах по бытям очень жестокое. Ну или защищаться в ноль. Ну да. Не, ну это же хорошо, то, что вот так все произошло. Потому что есть чем улучшить. Врыв, смотри. Оп, тузак. Сакава, тузак, фарш. Фаршик. Туша, вроде хорошо и вычисли, но не убили. Сейчас выходит численное преимущество 3D. Сейчас попытки забрить Годханта. Ну тут фарш уже все видел, слава богу, мы помогли. На двоих перекрыли альфу. И минимум теперь с негативом будут биться. Не, ну хорошо защищаются 3D. Опять же, начало раунда. Раксы залетают сакаве. Там один тузак. Начинают у него стрелять. И каким-то чудом его не убили. И там пришла хелпа. И был шанс у Раксов сейчас развалить центр. Но не получилось. Снова. Негатив дает минус. 2 в 4. Может быть. Еще здесь будут бороться. Сейчас посмотрим. Да, второй минус от негатива. 2 в 3. Уже попроще. А это раунд 2 в 5, друзья. Вы понимаете, что происходит-то? Ну сейчас главное 3D не совершать. Вот этот фаршик отхватывает сейчас просто от негатива. И Сергей, по-моему... Это проблема. Это проблема. Хьюстер у нас с проблемой. Вот надо как бы играть командом так. Убиваем негатива, берем раунд. Ну в данном случае действительно так и происходит. Потому что уже 3 раунда. 3 хэдшота точных попадания от негатива. Очень четкая игра. И 4 хэдшот от негатива. Это конечно он тут штопает. Лоу, это раунд 2 в 5. Ты понимаешь? Ну да. Ну опять же... Здесь не кота-рес, здесь пёс-рес. Пёс-рес. Да. А представь мне ножи-рес. Потом расскажу почему. Вот представь ножи-рес. Потому что... Ой-ой-ой. Негатив. Блин, это было негатива включаться. Все-таки кадарец взял след такой. Знаешь, четко шел вот по пятам. Он прямо вынюхал этих двух парней. Запрашивал в спину. Минута молчания. Эйс от негатива и матч-поинты для RockSkiss. Эйс. Ситуации 2 в 5. Это нега просто. Вот он такой, какой он есть. Минус от луза камеры. Сардагаск. Минимуми взрывает фарша. Фарш взрывает двоих. Уже мертвый фарш взрывает двоих. Вот это вот смачный момент. Божья кара просто. Ксид, смотри. Два хатшота. В чем прикол? То, что Ксид просто здесь не заметил. Катарест отпрошел в план. Дал еще один фраг. И в итоге Дикий остается последний. Все? Или нет? Дикий. Нужно брать раунд. Не берет. Ксид покер исполняет. Минус 4. Победа, друзья. Победа. Это 2-0. Это 2-0 по картам. И все, в принципе, становится более-менее понятно. Довольно грустно. На первое время. А тебе я хотел сказать нажать кнопочку выхода. Но ты с этим опять... Ну, ты забыл уже эту штуку. Ну, я смотрел. Я хотел, знаешь, подумать о том, что надо поговорить с кем-то. Ну, в принципе, я думаю. Я думаю, что пока еще не настало время. Нужно говорить уже на более поздней стадии чемпионата. Потому что... Ну, в любом случае, смотри. Дело не поздная стадия. Я думаю, мы возьмем интервью RockSkiss через паузу. Скажу почему. Сейчас пускай они встанут. Поднимут девайсы. И ребята начнут настраиваться. Следующая пара будет настраиваться. Второй полотенал The Nation Emotion. Да. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с нами. Никуда не уходите. Мы вернемся через несколько минут.